Окей, решилось-то. А я тут, начало, чтобы это... Теорию, да? Да. Ну что, поехали. Групповое у нас сегодня. Групповое у нас проработка сегодня. Да. Наша техника сегодня называется бондинг. Бондинг это, если взять первооснову этого слова, то это резонанс матери и ребенка. И, собственно говоря, до терапии было еще очень-очень далеко. Изначально это слово означало вот этот некий резонанс. И ученые, когда стали исследовать вот это явление, оно так и называлось, да, бондинг. И это исследовалось то, как мать взаимодействует со своим ребенком без слов на уровне так называемой чуткости. Некоторые ученые ездили в какие-то племена, чтобы сравнить вот ментальность европейскую и ментальность, казалось бы, каких-то там племен, которые близки к природе, и они еще не искажены со социумом, там, цивилизацией, да. И такая очень яркая ситуация есть, которая говорит, что такое бондинг из одного из этих исследований. Когда приехали исследователи, они увидели, что мамы... Проводилось исследование в Африке, в Уганне. Они увидели, что мамы, которые носят детей, они очень чистые, и дети постоянно чистые. И они никогда не видели, чтобы они снимали с них какие-то там тряпочки, там, предпеленочки, там, да, и стирали за ними. И это их удивило. И они задали мамам вопрос, как так, а как же в туалет? На что женщины удивленно посмотрели на ученых и сказали, как? Когда в туалет, тогда в кустики ходят. В какие кустики? Ну, дети не говорят ничего. Они говорят, вы что, если у нас в племени, если через три дня после рождения ребенка мать продолжает мыть ребенка, а не уводить в кустики, значит, она плохая мама. Вот. А вот у них это вот считается нормой. Вот это чуткость, так называемая чуткость. Это вот, ну, опять магия некая, да, тонкое чувствование на уровне... Вот даже мы сейчас про магазин про это говорили, да? Это не слова, не то, что ребенок сказал, постучал там, мама, давай это, я в туалет хочу, да? А это предчувствие, женщина чувствует, о, все, ребенок хочет в туалет. Она доходит, ребенок ходит в туалет, да? И на опережение идет его желание поесть. Ребенок не успевает закричать, потому что она говорит, о, он уже хочет есть, она его прикладывает к груди, да? И вот это было удивительно. Дальше ученые стали исследовать, что дает вот такая разница, да? Взаимодействие мамы и ребенка в племенах близких к природе от воздействия мамы с ребенком в нормальном, социальном, в цивилизованном обществе. И оказалось, что вот, когда нарушена вот эта чуткость между мамой и ребенком, а она оказывается, вот это состояние чуткости, оно продолжается дальше. Если оно хорошо сформируется с мамой, то дальше оно также складывается с папой, дальше оно складывается с родственниками, и первых три года, я написал, первых год три, это то время, когда вот эта вот чуткость проявляется, и на основе этой чуткости сформируются определенные качества. Итак, если, например, да, мама в цивилизации не обладает этой чуткостью, ребенок там уже уделался и лежит еще несколько часов уделанный, да, соответственно, у него вот это не формируется, качество чуткости. Что следует за тем, что вот это состояние не формируется? Следует, вот я выписал качество, которое формирует взаимодействие первоначальное мамы и ребенка, да. Это человек вырастает, и ему легко быть дружелюбным, у него легко включается внимательность и забота о других людях, у него включена безопасность внутри, да, потому что, смотри, там напережение, да, его потребностей все идет. У него включено активное желание, да, взаимопомощи, помочь кому-то. Более того, у него включен исследовательский интерес, это вот когда человек не может ничего нового начать, ничего у него не складывается, вот это вот нарушен, да. То есть вот этот познавательный, у ребенка вот этот познавательный инстинкт, «О, вот это посмотрите, ой, вот это интересно, ой, а вот это буду делать». Вот во взрослом возрасте человек сел на диване и говорит «Ой, все неинтересно, не хочу, нет». Вот не сформировано изначально вот это состояние чуткости. Ну и третье, это сказывается на взаимоотношениях, потому что при нормальном вот этом изначальном резонансе двух тел, нормальные потом и складываются партнерские взаимоотношения, даже не взаимоотношения, а взаимодействия, да, на уровне партнерства. Не я круче, ты мне подчиняешься, или я круче, ты мне подчиняешься. А каждый выполняет некую вот свою, на уровне опять, да, вот этой интуитивности, свою какую-то задачу, и никто не спорит. Вот это партнерское взаимодействие. Итак, нарушается, если изначально в первых три года вот эта чуткость не формируется, то, соответственно, вот эти качества нарушаются. Дальше, куда пошли исследователи дальше? Они стали смотреть, где это больше всего проявляется. Больше всего это проявляется на людях, которые там, родителей там от рождения не имеют, да, там раз их в детдом сдали, или там родители умерли. И дальше пошли в колонии, туда, где алкогольная зависимость, туда, где наркотическая зависимость. И, собственно говоря, вот эти все качества, получается, люди начинают компенсировать через что? Внимательность не сформирована, внимание не сформировано, да, ко мне, к моей персоне, что? Надо что-то сделать, пойду-ка я там. Что не сделаю? В ухо кому-нибудь дам, опа, все, на меня внимание обратили, да? А дружелюбие нарушено, да? Поэтому легко в ухо дать, а внимания хочется. Потом, чувствование, когда безопасности нет у человека, чувствование безопасности, он, соответственно, постоянно находится в состоянии агрессии и защиты, да? Ему легко там вытащить нож. А для того, чтобы почувствовать там дружелюбие и радость, что нужно сделать, раз, и вроде как-то радостно там стало, да? Выпил там, да, и пошло. Вот. Это я все сейчас про исследование, про исследование, про исследование рассказываю. В итоге, когда все это продолжительно исследовалось, исследовалось, ученые вдруг столкнулись с тем, что, опачки, оказывается, вот если это не сформировалось, то это никак и не исправишь. И до какого-то времени вот эта обреченность, она вот повисла в исследовательском мире, что, если мы упустили момент в один-три года, не включилось вот это, а если мы возьмем, да, нашу, наш церевизованный мир, когда мама там куда-то побежала, ребенок здесь. Наши родители, дети военного времени. Ну, в общем-то, когда только выжить нужно. Поколение, поколение, поколение. Да, то получается у нас вообще какая-то грустняк получается, где у нас у каждого получается есть вот эти в большей или меньшей мере вот эти нарушения. Но появился такой человек, психотерапевт, Дэниел Кезрил, да, у него там так это пишется, его в некоторых случаях пишут, КЕСИРЕЛ, там, ну, по буквам, как читается, но если по-английски, то он все-таки будет Кезрил. Появился этот человек, и он поставил перед собой задачу посмотреть, а можно ли все-таки восполнить то, что мы недополучили в возрасте от одного до трех лет. В цивилизованном, тем более, мире. И он пошел от того, что первое, значит, есть я, есть некое окружение. Можем ли мы воздействовать на окружение? Ну, по прошествии, да, вот логика, гипотеза исследования. Если я буду воздействовать на окружение, а мне чего-то не додали, поменяет ли это? Ну, не особо. Значит, задача такая, нужно как-то воздействовать на вот это я. При условии, что есть все равно вот это некое окружение. Дальше он пошел. Дефицит чего в цивилизованном обществе? Ну, если смотреть на больную, да? У взрослых людей, это уже про взрослых людей, да? Телесная близость, да? Там, ой. Да. Много очень людей говорят, ой, нет, я не могу с посторонним человеком обняться, да я и со своими-то не обнимаю. Или бывает, там, посмотришь, бабушка там, внука так взяла, он подпекает, бабушка, начинает ее обнимать. Она так, ну, очень сдержанно, так раз, все. Вот, а телесная близость в дефиците. А вторая составляющая до того, что дает бондинг, это эмоциональная открытость. Эмоциональная открытость это вот эта чуткость, да? То есть, вот это искреннее состояние. Можно видеть, как, вот я много раз наблюдал, как в парке гуляет мама с детьми, они их обнимают, реально. То есть, вот это присутствует в близне. Но смотришь на нее, у нее вот этого вообще нет. Ну, она так. Ну, давай, да. Кто-то там читался литературой, говорит, надо обнимать, каждый там полчаса сколько? Восемь раз. Ну, вовсе, в течение дня. Там разные есть. Там раз в час обязательно надо обнимать, сколько-то раз в день. И вот они начинают обнимать. Но вот это вообще не включается. То есть, вот здесь вообще все молчил. Так, а наш исследователь оттолкнулся от того. Нужно, значит, для вот этого я восстановить телесную близость и включить эмоциональную открытость. Как это сделать одному? Никак. И вот в этой методике есть одно важное условие. Что для того, чтобы все-таки он пришел к выводу и создал некую методику, что можно восстановить вот эти вот все качества в той или иной мере. То есть, вернуть человека к своей природной дружелюбности, к чувству безопасности, восстановив вот эти две составляющие. Но условие такое. Это можно сделать только при наличии второго человека. То есть, в этой технике ну, вот сам собой не сработает. Даже в зеркало. Да, потому что там нужна телесная близость. Если ты перед зеркалом можешь поэмоционалить, включить, сам с собой поговорить, да, то где ты возьмешь телесную близость. Дальше он определил, значит, все понятно, над чем надо работать. Нам нужно вот это и вот это. Дальше пошли глубже. На что нужно воздействовать? Какие части тела вот в этом возрасте, то есть, на давление, на какие мышцы включается чаще всего, да? То есть, эмоциональную открытость мы будем везде добавлять, а телесную близость нам нужно понять, где ее. И вот несколько частей тела, которые он определил и которые обязательны для того, чтобы во взрослом возрасте восстанавливать вот то, что недополучили. Первое это глаза. Да? Ну и, то есть, по логике, если его идти, вот ребенок раз появился, да? И мама там, и мама, и мама, а потом папа, а потом родственники, глаза, глаза, глаза. Второе, это затылок, да? Вот ребенок появился, когда у него голова еще там это, его берут за затылок и здесь включается копчик. Вот эти две части тела. и чуть позже, или, как вариант, это низ спины, да? То есть, вот когда вот это вот уже там. Да. И здесь затылок тогда переходит наверх спины. То есть, либо вот так, либо вот так. Вот эти части тела, да? Дальше, руки внутри. Или там, внутренняя поверхность, это имеется в виду вот так. Это что? Это вот когда ребенок обнимает. Маму держит, да? Маму держит, маму держит. Там, понятно, что оно может не все касаться, но вот это нам нужно включать. То есть, глаза здесь, здесь, вот чуть-чуть здесь. Пошли вот эти эти. А бедра. Имеется в виду бедра, вот, когда вот рукой вот берет, вот это, знаете, прижимание вот здесь, вот этой части. Раз, раз, раз. И живот. Живот, как ты прижимаешься животом, если ты ребенок, и тебя к животу прижимают. То есть, вот эти, да. Вот основные части тела, которые он выделил, для того, чтобы их задействовать, для того, чтобы включить снова то, что находится в дефицине. Ну и дальше, способы воздействия. Опять простая логика, от того, что мы имеем в год-три. Это тепло, тепло тела, к которому ребенка прижимают. Дальше, это касание. Это прижимание, то есть, некое давление. Это поглаживание, да, там, или пошлепывание, такое бы, такое бы, с условием того, что идет эмоциональная вот эта составляющая. и это прочное удержание. Прочное удержание имеется в виду в том плане, что ребенок чувствует некую опору. Не то, что плотное удержание, вот так прижимает. Нет, а именно, вот это вот, некая, вот, больше такая, да, снизу идущая опора, плюс, тепло на животе. Поэтому все очень просто, да. хотим получить эти качества, берем эти части тела, берем вот эти способы воздействия, берем, да, помним условия, что всегда нужен второй человек, и начинаем тренировать телесную близость и эмоциональную открытость в соединении. Все очень просто, да? Уже можно вообще дальше никуда не ходить. Все, все вот просто разложено на на вот такие вот детальки. Что мы делать будем? Мы будем воздействовать с вами через, мы сейчас будем делать упражнения различные, Через эти упражнения мы будем включать наши части тела вот этими способами. Ну, а качество вы уже потом отследите по прошествии времени. Изменится, что не изменится. Понятно, что сколько мы уже прожили лет и вот так за одно занятие, чтобы потом эти качества все раз. но, кто знает, может где-то это что-то лежит на поверхности готовенькой уже, и мы воздействуя на свое тело вот этими способами, хоп, и обнаружим в себе, что что-то изменилось. Воздействовать, воздействуя на тело вот этими способами, мы получим такой еще дополнительный результат. кроме того, что мы хотим качество вот эти, да, в себе восстановить, активировать, мы получим еще дополнительный результат. Воздействуя на тело, на части тела, да, мы получим на всем теле снятие напряжения. Понятно, что когда мы на тело воздействуем, там или там, а плюс еще, если мы будем включать эмоционал, мы снимем напряжение. И второе, делая, давая телу новую, новые такие виды касания к телу и присоединяя эмоциональную вот эту открытость, мы начинаем воздействовать на мозг следующим образом, мы начинаем его переучивать, мы начинаем учить его новым программам. Мы говорим, смотри, оказывается, вот когда так, это не вот так, что тут все закрыто, а отсюда тоже. Пугает. А я наоборот думал, все как-то так, все просто разжевывается, мы сейчас начнем делать. Нет, все просто не прожить. Ну, это прожить. А здесь, знаешь, какой момент, я иногда тоже думаю, да что ж такое, здесь только что-нибудь сделаешь, да, хоп, здесь что-то всплывает, хоп, здесь делаешь, здесь это, и вот делаешь, 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 и потом вдруг, знаешь, я как это увидел, я увидел это со стороны того, что если жизнь, это большая игра, да, то это просто на самом деле правило этой игры. Как бы мы двигались куда-то, если бы нам бы, например, дали бы в три года чуткость, потом все, что мы, помнишь, проходили, да, доверие, доверие у нас сформировалось к миру, границы мы бы правильно выстраивали, нас бы научили говорить, да, нет, в нас развили исследовательские интересы, мы запросто все там из воздуха стали бы бизнесы создавать, и там в миллиардах там купаться, понимаешь, если бы у нас все это было, но игра, игра бы, игра бы под названием жизнь потеряла бы вообще свой, свой кайф. Наверное, не на земле мы живем. Нет, это может на земле, но вот, вторая цивилизация. Да, ну вот, вот пока правила игры такие, то есть знаешь, как, исходя опять же из такого посыла, да, есть что-то, что мы можем изменить, а если мы чего-то не можем изменить, то нужно воспользоваться вот тем, что мы не можем изменить, ну и в общем насладиться этим. То есть либо в действии, либо вот в удовольствии. Ну вот, поэтому мы сейчас поиграем и будем продолжать получать удовольствие от игры под названием жизнь. Да. Итак, вот будем идти по вот этим частям тела. Работать будем в парах, ну и потом это, и группами. Начнем с парной работы. Потому что вот, ну никак. Смотрите, акцент сразу делаю, и каждый раз буду об этом напоминать. Вот упражнение будет выстраиваться на телесном, да, контакте. Мы будем брать часть тела, будем на нее воздействовать. Но если мы будем просто на нее воздействовать, то ничего не будет происходить. Нам нужно для мозга, нам нужно для мозга включить вот эту вторую составляющую. Что такое эмоциональная открытость в наших упражнениях? Это максимально почувствовать к человеку расположенность. Самая большая проблема, да? Интерес. А самый простой интерес, да? Вот посмотреть на человека и посмотреть, ну если в нем ничего не может мы найти, можно посмотреть на его кофточки, да, там... Да, 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 что-то. Но важно хотя бы немножко почувствовать вот это состояние. Смотрите, мы будем в парах работать, если каждый хотя бы немножко вот это вот вытащит состояние. А потом, когда мы дальше начнем обниматься, там уже оно само будет включаться. Ну, в общем, акцент включаем, эмоциональную открытость. Ну или там чуткость, 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 вот ту, которую мамы испытывают. Мамы Уганды испытывают все время детям. И бегут с ними в кустики не потому, что они сами хотят, а потому, что дети хотят, да. Для меня вот это вот, ну, на самом деле, это исследование было таким вот каким-то удивлением. Так, а у вас есть еще? У вас есть? Большие. Вы не играли с вакцерином? К сожалению, я об этом узнал. Нет, просто вы рассказки, я не знаю вот этого. Но я, когда беременная была первый раз, прочитала столько и еще такого-то автора. И там не написано вот этого вот немного. Но у меня внутри включилось. А, но уже смотри. Вот именно, это же потом придумали слово. Да, и писали уже. А изначально же это было на уровне инстинкта записывания. Ну, а я когда книгу читала, я в нее включилась, и он где-то чуть-чуть коснулся, что вот к ребенку нужно подойти вот именно в ровном состоянии. И я вот этим вот пользовалась. У меня дети детства просили. И есть еще одна штука сюда можно добавить. Но я просто понимаю, что здесь нужна страховка. Я уже игралась в эти игры. Я своих детей включила им в волю. Ты сейчас говоришь уже от взрослых? Нет, от грудных. Мы же вот так вот кормим своих детей. А я кормила вот так. Вот так. Самого маленького. То есть заставляла вот так. Вот так вот. Поняли? И у них накачался вот этот вот стержень. Ну, то есть с самого рождения их кормила так. Для того, чтобы они, ну, сильно спина была, и у них включалась. И вот у них это более случайно так накачалось, что теперь мы все выставим. Я говорю, страховка нужна. Просто я разложу. Ну что, поехали тогда. Стоим в паре. Ну что, мам, ничего? Это не надо публики? Не, мы сейчас пока в парах стоим. А потом... Что резко стало. Ну куда? Итак, встаем. Тань, встаешь еще раз. Валентина. Переставься, да. А я с Аней, да. Значит, смотрите. На самом деле вот то, что ты говоришь, да? Подходить к ребенку с ромным с Таней. Там у них вот, если еще немножко происследование. Они идут не телом вперед, а идут вот этим вот состоянием. Вот этой эмоциональной близостью. То есть она приходит к ребенку сначала полем. Вот этим вот. И ребенок чувствует... Аааа. Любовь такая пришла, да. А потом тело идет вторично. Второе тело уже приходит. Там еще даже перед есть... У ребенка посылает как светообраз. Ты вот в другой комнате что-то делаешь, и оно раз, внутри появляется. Вот. И вот это светообраз приходит. То есть ребенок молчит, все. И ты уже идешь, он нашел. Ты знаешь, можно назвать это светообраз, как угодно. Вот. Вот это то, о чем они и говорят, да. Что... Сначала ребенку нужно видеть. Он к маме обращается. Потом у мамы включается. Она идет. Она пришла, она пошла, да. Итак, значит, помним, у нас эмоциональная... Вот здесь вот должна чуткость включаться. А что делаем сначала глаза? Сейчас мы с вами просто встаем, без касаний, вот просто знакомимся, да. Глазами, да? Мы смотрим в глаза, да. Молча. Не разговариваем. Если там пошли хихихаха, ну, прохихикайтесь, прохахахайтесь, да. То есть, ну, нормально процесс пошел, да. И продолжаем некоторое время смотреть в глаза. При этом внимание в центре груди, на вот этой эмоциональной расположенности к человеку. Или интерес к человеку. Ну, высший пилотаж, безусловно, любовь, чуткость. Да. Ясно? Нет, Валентина. То есть, там вот, а что-то где-то надо как-то, как будто бы визуально открыть, или что? Вот, внимание туда перемести и почувствуй, прям, вот там, тепло. Тепло прям почувствуй. Продолжение следует...